друзья всем привет перед нами honda freed итак данный автомобиль выпускается с 2008 года всего два поколения перед нами предпоследняя версия ну и соответственно второе поколение аналогов этому автомобилю на наш взгляд просто нет просто не существует приведите пример аналогов которые вы знаете продажи данной версии начались в японии в 2016 году по сравнению с предшественником этот автомобиль этот фрид стал еще более функционален более вместительным изменился и внешне и внутренне салона вернемся ну допустим расстояние между первым и третьим рядом увеличилась на 90 миллиметров длина салона тоже подросла ну кузов вытянулся немного всего лишь на 50 миллиметров колесная база осталась той же автомобиль выглядит солиднее намного солиднее клиренс автомобиля 135 миллиметров посмотрите какой массивный передок то есть выглядит солиднее за счет массивного передка по бокам автомобиль изменился ну естественно он изменился по задней части то есть внешне автомобиль изменился совершенно изменился да он узнаваемый но поменялся что касается подвески на автомобиле задняя подвеска идет полузависимая балка на переднеприводных версиях на полноприводных версиях подвеска идет зависимая передняя подвеска независимая что касается двигателей на данных автомобилях базовый вариант переднеприводный с полуторалитровым двигателем хороший надежный двигатель l15b мощностью 131 лошадиная сила и крутящий моментом 150 ньютонов тут и втек и прямой впрыск есть гибридная версия с таким же двигателем который работает по циклу откинсона и хондовской гибридной трансмиссии в общем роботом роботом которого почему-то все не любят хотя в принципе проблем с ним не возникает ну и также с встроенным электромотором мощность таким образом если это полторашка бензин я уже говорил 131 лошадиная сила если это гибридная версия 110 плюс 29 с половиной лошадиных сил на гибридного по сервисе на салон и уже более углубимся салон унаследовал передняя панель ярусную конструкцию цифровое табло стало более инфо информативно увеличился проход между передними сиденьями на 50 миллиметров новая конструкция кресел делает более удобную трансформацию салона чуть дальше покажу как это делается как он раскладывается несмотря на три ряда сидений есть багажное отделение в принципе нормального объема что касается комплектаций даже в базовой комплектации базовая комплектация уже предлагает климат-контроль рулевую колонку с регулировкой по высоте и вылету запуск двигателя с кнопки вот комплектация g уже включает более обширный список опций по комплектациям кому интересно можно открыть ром посмотреть почитать комплектации какие там есть но сейчас давайте более подробно посмотрим салон и так багажное отделение открывается не с ручки там есть кнопочка кстати очень удобно широкая дверь широкий проем пол у нас идет ковровое покрытие по бокам пластик как видите удобная трансформация салона именно третьего ряда сидений он крепится по бокам на специальные защелки справа есть рычаг опускается спинка ну и соответственно поднимается поднимается само сидение делается все элементарно просто также и раскладывается все очень просто есть подголовники для третьего ряда сидений из удобств так называемый подлокотник с подстаканником ну и форточки для третьего ряда сидений да они неполноценные но тем не менее можно посмотреть в окно обшивка двери багажника пластмасса дверь не тяжелая закрывается легко справится ребенок если конечно дотянется боковые двери сдвижные открывается с кнопки низ кнопки как открыть дверь просто потянули ручку электро дверь дверь открылась второй ряд сидений подножка пластик также на полу ковровое покрытие коврики есть подлокотник он прячется вы три человека смело садятся потянули за рычаг сидение откинулось то с движением одной руки все очень просто образовался проход на третий ряд сидений ну и также раскладываем сидушку место довольно много именно на втором ряду сидений то есть три человека усядутся без проблем садиться не будем на улице снег идет ну так ноги закидывать не будем то есть коленки никуда не упираются есть ручка очень удобно садиться в автомобиль выходить с автомобиля ну и в потолке тоже есть ручки в принципе в принципе очень удобно проход на первый ряд сидений ну и никто не пользуется если честно в дверных картах есть подстаканники колонка ну и соответственно стеклоподъемник за ручку потянули дверь закрылась слева стороны в данной комплектации тоже электро дверь если идут электро 2 если идет электро дверь 1 то она идет с левой стороны здесь все то же самое что и с правой стороны углубляться не будем со стороны переднего пассажира дверная карта есть пластик есть ткань есть кармашки есть подстаканник очень удобно 3 отдела даже 4 пластик не мягкий но терпимо сиденье водительское тоже самое пластиковая подножка небольшая такая боковая поддержка имеется подлокотник рычаг сидушка ездит вперед регулируется спинка больше манипуляции с ней произвести невозможно бардачок стандартного объема сверху есть подстаканник с левой стороны панель как видите под дерево сделано ну и две такие ниши два таких небольших пенала огромная торпеда в принципе пассажиру здесь больше ничего не нужно пассажиру будет комфортно две дуйки мы видим посадка в автомобиль водители вернемся со стороны пассажира очень удобно ну еще раз внешний вид автомобиля ключ двери открываются покажем сейчас дверь можно открыть боковую с кнопки бесключевой доступ как он работает подошли к автомобилю за ручку потянули автомобиль открылся на закрытие нажимаем кнопку нажали автомобиль закрылся открываем автомобиль подошли ручку потянули все автомобиль у нас открылся дверная карта один в один плюс четыре стеклоподъемника те же самые кармашки автоматический стеклоподъемник только водителя регулировка зеркал складывание зеркал водительское сидение имеет лифт сидушку можно немного приподнять опустить подвинуть вперед назад отключение систем антибукс движение по полосе при столкновении электро двери можно включить можно отключить кнопку нажали дверь открылась очень удобно минус таких дверей с кнопки электро в мороз после мойки они замерзают ну и также с брелка кнопку нажали дверь открылась кнопку нажали дверь закрылась посадка тоже очень удобная подлокотник без ключевой доступ чтобы завести автомобиль нужно нажать на тормоз кнопка загорается нажимаем кнопку автомобиль заводится центральная панель куда сводится вся информация то есть глаза не нужно в сторону куда-то тянуть все удобно и ясно и доступно руль полный мультируль можно подключить телефон управление музыкой тоже довольно таки удобная функция в автомобилях ну и круиз-контроль дальше при столкновении когда круиз-контроль активный это вообще замечательно места пространства довольно много розетка на 12 вольт снизу идет обдув есть выдвижной столик 3 килограмма ну и есть подстаканник эко режим ай стоп регулировка дворников частоты вращения дворников поворотники все стандартно 3 по 3 б шикарная панель очень большая климат-контроль есть даже в базовой комплектации как я уже говорил регулировки регулировка температуры обдув больше меньше кондиционер подогревы селектор переключения передач все как и в любом автомобиле посередине есть бардачок для водителя поделено 3 части тоже это очень удобно про дуйки говорили две со стороны пассажира две со стороны водителя в козырьках солнцезащитных есть зеркала единственный минус без подсветки они идут зеркало заднего вида я бы поставил побольше небольшое зеркало для обзора салона плюс подсветка для передних пассажиров вот такой небольшой обзор у нас получился автомобиля honda freed это действительно популярный хороший надежный автомобиль кому понравилось видео обязательно подписка лайк палец вверх на сегодня все всем пока